Всем привет! Ну что, в Израиле на площадке Евровидения 2019 уже определились первые финалисты конкурса. Итак, финал. Прошли Греция, Белоруссия, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марина, как ни странно, и Словения. Сегодня день репетиции и мы предлагаем вам вспомнить самые громкие скандалы, самые яркие моменты и интересные факты конкурса в разные годы. Смотрим. Первый конкурс Евровидения в том формате, к которому мы все привыкли, первый раз прошел в 1956 году. Целью было объединить с помощью музыки послевоенную Европу и первый конкурс проходил в Швейцарии. Победила тогда Лиз Ася, участница от Швейцарии. С этого и началась великая история Евровидения. Ежегодный музыкальный конкурс, как и все проекты, не обходится без скандальных историй и ярких моментов. Евровидения В 2010 году представителем Германии стала Лена Майер-Ландрут. Она и победила. Этому не помешал небольшой скандал. Оказалось, что Лена начала карьеру со съемок в эротических фильмах. В 2009 году на немецком ТВ вышел фильм «Пожалуйста, помоги мне». В нем-то и сыграла тогда еще неизвестная и малолетняя победительница конкурса «Фрагменты» этого фильма появились в сети как раз перед финалом. В 1973 году поклонники израильской певицы Эланет всерьез волновались за ее жизнь. Накануне конкурса в адрес певицы посыпались угрозы от исламских радикалов. Несмотря на это, исполнительница вышла на сцену, правда, все-таки одела бронежилет. К счастью, ничего опасного для ее жизни не произошло. Бойкот Франко и Салазару с таким плакатом выскочил на сцену человек во время финала Евровидения 1964 года. Это была акция против выступления Испании и Португалии. Дебют Ливана в 2005 году не состоялся из-за желания ливанского вещателя заменить выступление исполнителей из Израиля телерекламой. Европейский вещательный союз не разрешил сделать такую дерзость. Конфликтов, связанных с Россией, у Евровидения на сегодняшний день многовато. В 2007 году исполнительница из Украины спела песню, в которой российские слушатели расслышали нелестную строчку «Russia Goodbye». На самом деле это были слова «Lasha Tumbay». В 2009 году грузинская группа отказалась от участия в последний момент из-за того, что музыкантам запретили исполнить песню «We don't wanna Putin». Название песни «Мы не хотим давления» в переводе с английского явно отсылало к президенту России. Европейский вещательный союз потребовал от Грузии изменить текст или заменить песню, но грузины в ответ снялись с конкурса. Естественно, в условиях Евровидения в песнях не должно быть никаких ругательств. Поэтому большой скандал вызвала исландская певица Сильвия Найт, которая приехала на конкурс песни, содержащие английское матерное слово. Из-за этого Европейский вещательный союз не допускал песню на конкурс, на что певица отреагировала резко и сказала, что будет петь то, что хочет. Но в итоге желание участвовать пересилило, и она заменила мат на безобидное «фрикен». Грандиозное в политическом плане событие произошло в 1974 году, когда трансляция по ради одной из песен стала тайным сигналом для революции и свержения диктатуры в Португалии. Когда в 1978 году отношения между Израилем и Орданией накалились хуже некуда, вместо выступления артистов из Израиля иорданцам показали картинку с букетом цветов, а победу Израиля и вовсе прервали, сказав, что выиграли бельгийцы. Россия впервые приняла участие в конкурсе Евровидения в 1994 году и выиграла пока один раз. Победителем стал Дима Билан с песней «Белив», а вот рекордсменом по победам на Евровидении оказались ирландцы. Сергей Лазарев уже провел свою первую репетицию на сцене Евровидения 2019 здесь в Тель-Авиве. Зрители смогли увидеть часть номера, с которым Сергей выступит 16 мая во втором полуфинале. Сергей выйдет на сцену в белом, которая отлично контрастирует с темной сценой. Вокруг него будут падать метеоры, сгущаться тучи. В общем, вы сами все увидите. А еще будут зеркала, которые будут не только отражать, а превращаться в экраны. Давайте все вместе, зрители Картина ТВ и слушатели Радио Картина, поддержим Сергея Лазарева и проголосуем.